Деньги Привай, завели батонами курица, пристрелю! Стоять! Валим, валим! Алло! Алло! Ради моей безопасности! Ой, Господи! Да теперь решено без возврата Я покину родные края Уж не будут листвой крылатой Надо мною звенеть тополя Низкий дом мой давно сутулился Старый пес мой давно издох На московских изогнутых улицах Помереть знать Судил мне Бог Геннадий Петрович, да, все под контролем Охранник больницы, ему сейчас операцию делают Нет, допросить не успел, он же без сознания был Да, как будет инфа, позвоню Доброе утро! Че так долго-то? Кому доброе, у меня все тело ловит Ну, это у тебя ежедневно Смотри, работа море Там внутри, и вот следы от машины По ходу их Ну, что следы? Я, знаешь, про следы могу Очень долго Фото сделай Фото, фото, конечно, сделай Ну, как вы Так, на чем вы остановились? Значит, в магазине камеры нет, да? Только охранник Да есть камера, есть Только она не пишет Но когда нападали, охранника в помещении не было Он ночью обычно в подсобке Давид Спит, что ли? Ага Тут торчать все равно смысла нет Понятно Там все слышно Хотя бы можно спину вытянуть Он же сутками работает Ну, да Ну, да, то есть он из подсобки в помещение вообще не выходил Ну, я же здесь Он не думал, наверное Ясно Просто ощущение складывается, что нападавшие не знали, что у вас охранница Почему это? Ну, просто так складывается Скажите, а за пять, за десять минут, за полчаса Покупатели заходили? Конечно, ночь же Все закрыто Только у нас народ постоянно есть А вы внимание не обратились, что такие странные Очень долго смотрят, долго что-то выбирают, приглядываются? Возможно, знаете, была девушка одна Минут пять стояла глазками еще туда-обратно А у нападающего у него заур был Заур? Да Обрез делал из охотничьего ружья У меня у деда такое было Дед им очень гордился У него еще клеймо на этом На этой На цевье Спасибо Макаркин Миша А ты во сколько сегодня освободишься? Миша А ты во сколько сегодня освободишься? Ну да, а что, нельзя? Слушаю Встал уже, давай в отдел, у нас тут разбой с огнестрелом Понял, выдвигаешь, точно поздно буду Ну, готовить умеешь, где помидоры и огурцы знаешь Причем здесь огурцы? Денис Да Ты новости смотрел? Нет, а что там? Вчера по телевизору показывали Только не говори, что ты не в курсе В Санкт-Петербурге полицейский зашел в квартиру Его прямо на пороге застрелили К себе хоть в квартиру зашел? А, кажется, нет Вот, на то она и культурная столица А у нас тут и к себе порой зайдешь и вот, начинается Денис, ты не понимаешь, что я волнуюсь? Даже когда отец работал, я так не волновалась Просто хватит всякую ерунду по телеку смотреть Давайте, не знаю, кино куплю хорошее, комедию В этих ваших современных комедиях сплошная чернуха, кровища и этот секс, будь он не ладен Мам, все, мне пора Ну, Денис Все будет хорошо Пока Ой Аркадий Петрович, у нас есть новости Кислые Так, по делу об убийстве Ковылева у нас немного Ну, кое-что появилось Вот это наш, павший смертью храбрых, вор в законе, Володя Ковылева По кличке Кувалда А вот это его бывший партнер Плетнев Евгений, по кличке Литой По кличке Литой Бывший Ясно, что бывший Кувалда-то усоп, а он еще нет Ну, в общем, ничего конкретного у нас нет Но, из главка нам спустили информацию о том, что Кувалда и Литой недавно из-за чего-то сцепились И после этого их дорожки резко разошлись Хм И по счастливому стечению обстоятельств Кувалду грохнули Вот именно Есть данные о том, что часть бизнеса Ковылева Забрал себе Литой Так что он у нас под подозрением А по одной разработке его некоторое время посла наружка Так что у нас есть вот эти вот фотографии Можешь оставить их себе Пригодятся Ну, а для чего? Ну, сам знаешь А что по стрелкам? Вот, товарищ генерал Ну, я считаю, что нам повезло Их срисовала камера на супермаркете, который через дорогу от ресторана Ну, оптика не очень хорошая Ну, хорошо, что вообще работала Аркадий Петрович, пусть оперативники напрягут агентуру Может быть, что-нибудь всплывет Есть Дальше Что по оружию? Сделали экспертиру Может, все-таки в больницу или органам опеки набрать? Ага Эти волонтеры мне только квартиру обчистят Да и не верю я им И никуда я не поеду Мой дом, моя крепость А если бандиты вернутся? Прибьют же Не прибьют Вот У меня на этот случай Вот там ружье есть Мужнино Значит так, еще раз Он позвонил Она подошла, спросила, кто Открыла дверь на цепочку У вас утечка газа Он ей руку ножом почиркал Затем по двери ногой врезал хорошенько Она отскочила Ну и тот он ей ударил по затылку О, по затылку Значит, она зачем-то отвернулась Так Ух ты Бабулька просто не успела дать отпор Боевай, старушка А если б он увидел Отнял бы и ее же Из ее же Да, повезло, конечно Ну, выздоравливайте Спасибо, сыночек Анжела Олеговна А вы лица точно не помните? Так, сынок Я ж Без очков плохо вижу А тут еще темно было А пальнуть слабо было? Так она не заряжена Так и не люблю я стрелять Ему, правда, учил Ну, так Он с Леонидом Ильичом В этого В кабана играл Ну, то есть, кабаном был на охоте Мишенью значит Ну, крюкал там По кустам бегал Ни разу не попали Но вот за это Рожьеты вот вручили Добрый был человек, Леонид Ильич Брежнев Ничего не скажешь Бабуль Вы, главное, не переживайте Мы найдем грабителя Найдите, сыночки, а Найдите, сын Идите, сын Чем не змеевить, а? Мерная. Сгодится. Нападение очень похоже на то, что было две недели назад, на этой, как ее, забыл. Что? Парковой. Тоже двое в масках, тоже обрезы. А по тому эпизоду подвижки есть? Нет, никаких. Потрясли наркоманов, напрягли агентуру, ничего. И видео нет. Они первым делом, как вошли, в камеру пальнули. Поскольку они срисовали камеру, у нас есть подозрение, что эти упыри зашли в магазин до того, как совершить ограбление, с целью разведать. Упыри? Я что сказал, упыри? Сказал. Ну, я в хорошем смысле, хотя кто его знает. Короче. В общем, Геннадий Петрович, по сегодняшнему нападению продавщица сказала, что ровно за пять минут до вошла девушка якобы что-то купить. Изучила весь ассортимент, но ничего не приобрела. Наша версия такова. Эта девушка работает на бандитов. Она заходила посмотреть на систему охраны. Камеры срисовала, а то, что есть охранник в магазине, не догадалась. Поскольку он все это время дрых в подсобке. Без задних ног. В результате чего, дошло до стрельбы. Угу. Интересно. Ну, если две недели назад сработали тоже они, то и там у них могла быть помощница? Вот поэтому мы хотим посмотреть записи с двухнедельного ограбления. Вдруг там она. Так что же вы раньше-то делали? Материалы изучали. Так, идите уже. Изучают они. Долго изучаете. Простите, а это что? Это конкурент Кувалды в разработке. Кстати, есть фотографии у нас. Киллеров с камер наблюдения. Вот, возьмите. Поспрашивайте по территории. Найдите хоть что-нибудь. Слышь, малой, ты че бабки тебе пообещал? А че малой-то сразу? Что это такое, мы всех найдем. Это ж гиблое дело, я тебе как эксперт говорю. Зачем зря обнадеживать старушку? Ну, не знаю. Хотел ее поддержать. Стешин, ты опер, а не психоаналитик. Понимаешь, твоя задача не подбадривать, а искать. Она тебе ждать будет. Стешин же пообещал. А потом пойдет заяву кинет. Где злодей? Подать его сюда. Ты чем думаешь? Здорово, Димон. О, здорово. Привет. Ты что, новенький? Ну, я. Смотри, какой раритет изъяли. Ну-ка дай-ка, дай-ка. Вау! Зауэл. Это ж если он в ферлохе сделан, так тысяч на сто сто пятьдесят зеленых рублей потянет. Да ладно. Пустой, я надеюсь? Ну, понятное дело, не заряженный. Мы его у бабки изъели. Ух! Ваш! Дай-ка. Хали-ка, на середине. Это вообще-то, конечно. А, в-ау, е. В-ау, е. У-ау, е. В-ау, е. А, в-ау. Продолжение следует... Это я. Встретиться нужно. Так, к этому мы зашли. Ну, вы, конечно, подставили меня вчера. Да. Ну, все обошлось. У меня же тесть. Завхоз в булавке. Но с вас, Могорыч, там в пятом интересный торчок живет. Русланчик. У него отец директор школы. Такая приличная семейка. Русланчик даже хотел врачом стать. А потом связался с наркоманкой. Ну, в общем, типа любовь. И что? Ну, что, она его на иглу и посадила. Ну, ее, конечно, приняли потом. А он один остался с ребенком на руках. Бухал года два. Пытался воздержаться. Я вот, знаешь, что тебе скажу? Мой тебе совет. Если наркоман сказал тебе, все, завязываю, считай дни, когда он сорвется. А что, мы сейчас к нему зайдем? А, нет, его тоже закрыли. А вот лебедь из седьмого пока еще гуляет. Ага. Не наркоман, бухает. Но от мороза кончено. Там вообще башки нет. Серега, иди сюда. Смотри. Я думаю, это научится. А вскоре произойдет самоограбление. Ну, так. Сколько на часах? Два пятнадцать, так? А это что, все посмотреть нужно? Не, я просто так поставил, пусть идет. Короче, смотри. В два пятнадцать произошло ограбление. А в два ноль четыре в магазин зашла вот эта девушка. Пробыла там около двух минут, купила бутылку воды и ушла. Затем в два ноль девять в магазин зашла другая девушка. Вот эта девушка. Потопталась около трех минут, купила две шоколадки, после чего тоже ушла. Ну и что? Купила две шоколадки. Ну и то. Серега, подозрительно, очень подозрительно. В два с лишним часа ночи заходить в магазин, чтобы купить две шоколадки или бутылку воды, ну это по крайней мере глупо. Я так думаю, что одна из них, скорее всего, научится наших бандитов. Ну и что, я пропустил? Стоп. Откуда я его знаю? Он две недели назад кувалду завалит. Лебедь, привет. Как дела? Че вам надо? Да так просто, про Ашот Толстого спросить. Подрезали его, слыхал? Да ну. Как да? Мы пройдем. Фу, а перегарщим-то пасет. Ты бухал вчера, что ли? Ну дай сегодня так немного. А че там с Ашотом-то? А мы вот с Дениской тоже вчера нажрались. Да, Денис? Сушняк страшный. Дай водички, а? Ну это по-людски, это я понимаю. Сейчас. Лебедь, ты порезался, что ли? Странно. А руки-ноги целы. Откуда кровь-то? Барашка резан. Бежи его! Все, успокоился? Ты куда бежать-то собрался, а? У тебя ж седьмой этаж. Интересно просто. Ты как? Он мне морду разбил. Ясно. Он не в окно хотел. Он от ножа хотел избавиться. Вы подбросили куру, это не мое! Молоток. У тебя наручники есть? Сейчас найду. Да. Тихо! Тихо! Я не понимаю. Это что, убийца на досуге магазины чистят? Не бывает такого. А что тогда? Это значит только одно, что две недели назад наш мокрушник заходил в этот магазин покупать продукты. Серега, просьба на миллион. Миллион чего? Аллых роз, разумеется. Короче, если серьёзно, никому ничего об этом не говори. Я хочу сам проверить. Хорошо. Значит так, ни в какие игры я играть не буду, ясно? Ясно. Ясно. Расслабься. Но твои менты глубоко ошибаются. Кувалду я не заказывал. Да все знают, что у вас контры были. Контры? Контры у всех бывают. Даже у жениха с невестой. Политика, постель, бизнес. И что теперь? Валить из-за этого? Это жизнь. Ну, да. Часть пирога. Кувалда перешла ко мне. И что? Святое место пусто не бывает. Только твои глаза мне невинными не кажутся. Да? А ты читаешь по глазам? А может, и читаю. Кувалду убили, двух часов не прошло. Ты мне звонишь, вызываешь и говоришь, что должен знать всё о том, как идёт это следствие. Как мне это понимать? Уважаемого человека завалюй. Ясно. Скажется на бизнесе. Угу. И далее. Перед тобой мент. Я не должен оправдываться ни чем. Это ясно. Но кувалду я не заказывал. И очень хочу знать, кто это сделал. Молодец, Стиш. Хорошо, с Лебедем сработал. И про нож верно просёк. Говоришь, там бабушкина кровушка. А её просто так не отмоешь. Геннадий Петрович, я уже позвонил потерпевшей. Сказал, что мы его поймали. Я просто обещал. Ты мясо-то это откуда взял? Я выйду. Я выйду. А у тебя откуда? Из вещдоков. В лаборатории, в холодильнике. Откуда? По какому делу материал? По Прончуку, по Ханнибалу. А, да. Ну, Макаркин, ты даёшь. Нет слов. Добро пожаловать в ад. Другого не было. Мать сказала, в новостях слышала, в Питере убили кого-то из наших. Испереживалась сей, даже не зная, что с ней будет, когда она мою рожу увидит. Скажи, обход делал. Дверьми лифт прищемило. Чем неправдоподобнее ложь, тем круче верят. Это я на жиле проверял. Я мясо заберу. Надо на мясо тёрнуть. Спасибо, что дождались. Да я чего? Я что-то и сплю. Где тут? В подсобке. Там же охранник. А, ну это пускай сесс разгорается. Мне коллеги сказали, что вы увидели девушку, которая заходила в магазин перед налётом. Посмотрите, может быть, вы кого-нибудь из них узнаёте? Вот. Это она перед налётом заходила. Точно. Точно она? Качество фотографии плохое. Куртка. Я хотела такую. Спасибо. Не за что. Алло, Осипов. Второй вариант. Да-да. Значит, это она. Хорошо. Значит так, за дело. Лепим ориентировку и в розыск. Сами садимся за альбом и ищем. Должна же она быть в базах. Макаркин. А я что? Я вообще эксперт. Ну, что ты здесь пасёшься? Иди к себе, я эксперт. Осипов, у тебя с агентурой лучше всего? Давай, поспрашай там. Может, видел кто? А агентура только у меня, что ли? Ну, а у кого? У бугуна? Да он там убил всех. Короче, мне помощь твоя нужна. В опознании. Узнаёшь? Да нет, этот не грабил. Я не говорю, что грабил. Этот хмырь заходил сюда недели две назад. Узнаёшь? Господин полицейский, вы представляете, какая здесь у нас проходимость? С регистрацией как дела обстоят? Меткнижка есть? Да. Я помню. Да, почему нет? Он часто к нам заходит. Часто? Ты ничего не путаешь? Мы с вами на брудершафт не пили. Ну да ладно. Да. Часто. С месяц уже. Почти каждый день. Я лично видела. Ну, за другие смены сказать не могу. А что он покупает? Пельмени, хинкали, чебуреки. Ну там, выпить, пиво, водка. То есть, вот этот человек приходит сюда практически каждый день и покупает выпить и закусить. А что такое? Он преступник. Да не в этом дело. Магазин у вас маленький, на метро минут двадцать. Может быть, что он живёт где-нибудь рядом. Ну, естественно. И ещё сюда переться. Они все здесь, где-то рядом живут. Вы брачень будете, а то у меня работа. Нет. Спасибо. Аппарат. Привет. Это я. Я узнал. Ты где? Даже к себе не приходишь, когда я тут. Зачем ключи тогда оставлял? Слушай, Свет, ты поговорить о чём-то хотела или у тебя просто лишние деньги на балансе? Я просто подумала. Мужики. Ну так, на всякий случай, может быть, видели вот этого типа? Ну, ты видел? Нет, нет, не увидели. Спасибо. Ну и чё там? Слушай, слушай, в общем, мы договорились у Серёги на даче потусить. Ты как? А то там Ленка тебя ждать будет. Не знаю. Ну, может быть, встречали где-нибудь или там мимо проходил. Молодой какой. Нет? Нет. Не видели? Нет. Вот этого человека не встречали? Да что-то лицо знакомое. Да вроде бухали вместе когда-то. Ну, нет, нет, не знаю. Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы вот этого человека не видели? А, не, не встречала. Точно? Не, не встречала. Спасибо. Всего доброго. Лёш. Ты кто был? Ты кто? Эй, иди сюда. Лёш, ты чего? Чего, Лёш? Да он человек какого-то ищет. Ты чего ему пристал, да? Лёш, хватит у себя, ну сколько можно? Лёш. Ты где-то, где-то. Ну, ну, всё. Всё. Ты вот этого дядю здесь когда-нибудь видел? Не знаю. Что ты говоришь? Не знаю. Ну, посмотри повнимательнее. Может быть, ты его видел где-нибудь? Вы зачем к ребёнку пристаёте? Я сейчас в полицию позвоню. Я сейчас в полицию позвоню. То есть, вы его видели? Ну, а как же? Он же у нас квартиру снимает на пятом этаже. Вон, и ещё один. Вечно пьют и музыку громко слушают. Угу. На пятом этаже? Ну да. А окна в этой квартире туда выходят? По двор или сюда? Да нет. Выходят вон, над подъездом. На пятом этаже. Ага. А с чего вы решили, что они квартиру снимают? Да там же вечно кто-нибудь живёт. То одни, то другие. Раньше, прости господи, жила, мужиков водила. А теперь эти, вон, алкаши. И главным словом не скажи. В морде вот такие мух, роти. Бабачки. Одним словом, сидят дома, пьют, нигде не работают. Да? Ну, а я про что? Всё время пьют, ничего не делают. Ну, будь богем какая-нибудь. Или, вон, оппозиция. Слышь, хорош в окне торчать постоянно. У тебя вообще измена плотная, или чё? Да депрессуха здесь полная. Тусклое небо, тусклые дома. В Адлер надо рвать. Там весело, там жизнь. А. Алло, Геннадий Петрович, здравствуйте. Я киллера нашёл. Чего ты нашёл? Убийцу кувалды. Или обоих. Ну, как повезёт. Я сейчас во дворе дома, где они квартиру снимают. Что? Это точно? А то. Так, давай адрес. Я звоню в округ. Геннадий Петрович, может, мы сами, без округа. Не выдумывай, понял? Это не нашего уровня дела. Давай адрес и сиди там, и следи за обстановкой. Сам ничего не делай. Слышишь? Слышишь? Слышишь. Слышишь. Что там? Менты спалили. Уходить надо. Чёрный. Давай, давай, давай. Давай. Начали. Угу. Жду листопада. При их методах работы обычно кто-нибудь в окно вываливается. Пива нет? Нет. Это же общественное место. И дети могут гулять. Да. Кругом формально. Ну, что, я пошел? Куда? Куда-куда? В отдел. Шоу закончилось. Это я. По отделу кувалты только что исполнителя взяли. Спасибо за информацию. Стешин, здравствуйте. Кого позвать? Багуна? А кто спрашивает? Света. Да. А, так его нет сейчас. Перезвоните попозже. Да. До свидания. Приятный голос. Заткнись, молодой. Это террористы, точно. Мы на армию целую пригнали сюда. Да, вон и генерал приехал. Да они уголовники натуральные. Я сама видела, как к ним на джипах дорогих приезжали. Тоже бундуки, наверное. А нас не взорвут? Хоть бы и взорвали. Квартиры дадут хоть без тараканов. Да где ты, старая? Там все время тараканы. Дурак ты. Вот именно. Вперед. Какие же они все страшные. Ммм, действительно. А в европейских странах давно уже лица автоматически встречают. Как отпечатки пальцев? В Европе и браки однополые. Руками надежнее. О! Кажется, вот она. Похоже. Екатерина Баева, восьмидесятого года рождения. Два привода за проституцию. Точно. Она. Попалась. Так. Что там у нас на нее? Сейчас я посмотрю. Угу. Так. Баева, Баева. Баева. Баева Екатерина. Да. Два привода по нашему району. Один в прошлом году. Это когда бордель брали? Я же не знаю. Я новенький. А еще там сауни было. Ну понятно. Пороститутка. Живет в нашем районе. Адрес есть? Нет. Только регистрация. Угу. Фиг она там живет. Короче, адреса нету. Ну что ж, пойду пройдусь по мамку. Ага. Ты со мной? Да. Вперед. Извините, пожалуйста. А че? Да ничего. Все хорошо. Вы же видели, как к этим уголовникам машины приезжали. И что? Меня интересуют люди, которые приезжали на дорогих машинах. Среди них не было этого. Баева. Два раза приезжал. А нам бы лавочки обновить, а? Покрасить. Что? Ну, у этого подъезда и у того. Лавочки. Обновить. Да, конечно, я дам указание в управу. А точно он был? Задаю. Спасибо. Да, знаю я ее. Это Катя Баева. Юля, а не в курсе, где она сейчас работает? Ну, кто это скажет? Она по всем точкам в районе прошлась. Нигде больше недели не задерживалась. Строптивая очень. С нормом, значит. А как ее найти? Мы деловые люди. Че моя выгода? Лейтенант, у меня к вам просьба. Дайте, пожалуйста, нашему деловому партнеру конфету пососать. У вас есть, я знаю. Давайте, давайте. Дурной юмор. Подожди пять минут. Алло, привет. Геннадий Петрович, у меня есть адрес наводчицы. А почему только адрес? Где сама-то? Ну… Бери ее. Только чтоб без этих твоих фокусов. Чтоб ни одного синяка. Геннадий Петрович, вы о чем? Она женщина. Тем более. Даже при попытке к бегству. Понял? Есть. При попытке к бегству. Понял. Багун. Че он там понял? Че он там понял? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, а с ней? Это она. Так, а с ней? Это же наша клиентка. Во-первых, мы не уверены, что это наши клиенты. Во-вторых, ты сначала докажи, что это наши клиенты. Может, у них с собой ничего нет, и они в сауну едут дворец. Так, а что делать? Ничего, просто поедем за ними. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Точно, они так и работают. Сначала она идет в магазин, потом они нападают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, может, нам позвонить кому? Ага. Фонд охраны дикой природы. Подмогу по-любому опоздает. Возвращается. Знакомый травмат. Значит так, они сейчас на дело пойдут, я за ними. Их по-любому надо с поличным брать. Ты сразу к тачке и козу на мушку. Все серьезно. Если что, вдруг, то стрелять. Что, с ума сошел? Какой стрелять? Ломать? Прикладом там по затылку, если что. Ну, сам разберешься по ситуации. Короче, работаем жестко и напористо. Понял? Все. Пошли. Откройте дверь! Полиция! Куда? Открой дверь! Саша! Стоять! Руки в гору, полиция! Уберите руки! Тихо! Грозный ствол! В ствол брось, не говорю! Остановитесь! Саша! Тихо, 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 тихо. Все хорошо. Тихо, тихо, тихо. Мы с Макаркиным такой же изымали. Дорогущая вещь. Они только ствол спилили, испортили. Сколько стоит? Говорят, на сто тысяч баксов потянет. Вот кретины. Могли бы продать и жить на эти деньги много лет. С их-то потребностями. Дураками же родятся. Вот с таким лицом и говоришь, что все нормально. В лифте сажала. Я обход делал. А там двери идиотские какие-то. Просто неуправляемые. Ага. А я тут чуть с ума не сошла, знаешь? Всю валерьянку в доме выпила. Вон что в Санкт-Петербурге происходит. И у нас вот. Ты знаешь что? Ты больше на этих лифтах не езди. Ладно? Давай лучше пешком, хорошо? Хорошо. А я аж кино тебе забыл взять. Комедию вот обещал. Да бог с ней, с этой комедией. А я тебе сегодня кулебяку испекла. На кухне. Разогреешь? Кулебяку? Ага. Ага. Люблю. Привет. А я тут в засаде. А я, похоже, в осаде. Ты давно тут? Ну, так. Свет, как бы тебе объяснить, у меня был тяжелый день. Точнее, не несколько. Так что давай как-нибудь в другой раз. Хорошо, Миша. Я поняла. Удачи. Удачи. Поехали. Удачи. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...